Привет! Из этого видео ты узнаешь о моем опыте эксплуатации дебетовой карты РНКБ, о тарифах, плюсах и минусах данной карты, а также я расскажу о подводных камнях, о которых во мне расскажут сотрудники РНКБ при оформлении карты. Но перед тем, как начнем, я хочу порекомендовать тебе сайт, на котором собраны горячие банковские предложения от дебетовых до кредитных карт и карт-расрочки. Переходи по ссылке в описании под этим видео и выбирай понравившуюся карту. Итак, начнем обзор дебетовой карты Мир РНКБ. Если бы мне нужно было описать карту одним предложением, я бы сделал это так. Это обычная карта для повседневных покупок, в которой ничего особенного нет, но которая хорошо подойдет для пенсионеров. По данной карте банк обещает остаток по счету до 3,5% годовых, бесплатное оформление и обслуживание, и также кэшбэк 1,5%. На этом все. Теперь разберем заявленные РНКБ условия пользования картой. По факту кэшбэком РНКБ называет участие в программе лояльности от платежной системы Мир, потому что ни за одну из сотни операций мне не был начислен кэшбэк 1,5%. Также в тарифах по карте нет ни слова о кэшбэке. Что касается бесплатной выдачи карты, это действительно так. Бесплатное обслуживание оно как бы есть, но и в то же время как бы его и нет. Да, если ты пользуешься картой на постоянной основе, действительно обслуживание бесплатное. Однако, стоит тебе перестать пользоваться картой, а именно если в течение посредних 12 месяцев по карте не совершаются операции, тогда будет начислена комиссия 149 рублей. И хорошо, если на балансе карты будет хватать денежных средств, которые покроют оплату комиссия. В случае, если на счету будет не хватать средств, банк может начислить овердрафт. Для тех, кто не в курсе, что такое овердрафт, это перерасход. То есть вы можете потратить по своей карте больше, чем у вас есть на балансе. К примеру, я совершаю покупку на сумму 2500 рублей, а на карчете, то есть балансе карты, всего 2000 рублей. Казалось бы, оплата должна не пройти из-за нехватки денег, но операция проходит успешно, после чего на моем счете будет минус 500 рублей, на который будут начислять определенный процент годовых. По сути, такой некий кредит получили. Так вот, овердрафт в РНКБ есть, и процент по нему составляет 50% годовых, так что имейте в виду. Далее, по поводу начисления процентов на остаток по счету. Он здесь есть. Однако, получить максимальные 3,5% годовых на остаток по счету могут только пенсионеры, так как обязательным условием является, что за отчетный период должно быть получение пенсии. Можно также рассчитывать на 3% годовых на остаток по счету. Но чтобы их получить, нужно, чтобы у вас было одновременно совпадение по всем условиям. А именно, ты должен потратить за месяц не меньше 10 тысяч рублей, плюс на остатки по карте должна оставаться минимум 1000 рублей, и плюс наличие в отчетном периоде зарплаты. Не совпадение по одному из условий влечет ни начисление процента на остаток по счету. Вроде как в тарифах пишут, что можно также получить 3% годовых, для этого должен быть просто только выполнен базовый оборот в 10 тысяч рублей в отчетном периоде и соблюдение держателем базового остатка в отчетном периоде, то есть минимум остаток по счету должен быть 1000 рублей. Но вот походу это не работает, по крайней мере мне ничего не начислили. Так, например, в одном из календарных месяцев я выполнил условия, потратил свыше 10 тысяч рублей, да и на балансе оставалось свыше 1000 рублей, но никаких начисления от банка я не получил. Остальные условия вы можете видеть на экране, а я непосредственно хочу вам рассказать о том, какие операции могут привести к нежелательным списаниям комиссии банка. Первое – это изменение пин-кода, если вы поменяете пин-код, банк спишет с вас 30 рублей. Второе – это запрос баланса по карте в банкомате стороннего банка, то есть не РНКБ, приведет к списанию 45 рублей со счета. Третье – это плата за предоставление по требованию клиента справок об остатках по счету. Комиссия здесь составит 170 рублей со справку, как на русском языке, так и на английском. Четвертое – у карты есть овердрафт, предоставленный банком для завершения расчетов, про который никто не говорит, проценты по нему 50% годовых. Пятое – это смс-информирование. В первые два месяца комиссия не взимается, но начиная с третьего месяца с даты подключения смс-банкинга ежемесячно будут списывать 49 рублей. Давайте теперь поговорим о плюсах карты и похвалим банк за. Первое – бесплатное оформление карты. Второе – бесплатное обслуживание. А если перестаете пользоваться картой, ее лучше просто закрыть, чтобы вам не прилетел сюрприз в виде комиссии 149 рублей за непользование карты в течение последних 12 месяцев. Третье – для пенсионеров, получающих пенсию на карту МИР РНКБ, будет начисляться 3,5% годовых на остаток по счету, что в целом неплохой такой бонус, за это хвалим. Четвертое – для людей, получающих заработную плату на карту и выполняющих условия, о которых я говорил ранее, могут получить 3% годовых на остаток по счету. Пятое – это переводы с карты на карту РНКБ совершаются без комиссии. Шестое – через СПБ до 100 тысяч рублей можно также переводить с нулевой комиссии. Если превышаете лимит, то далее комиссия ставит 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 рублей. Седьмое – оплата товаров и услуг в интернете без комиссии. И восьмое – снятие наличных в банкоматах РНКБ без комиссии, а в банкоматах других банков будет действовать комиссионный сбор в размере 1% от суммы снятия, но не меньше 150 рублей. Лимит на снятие наличных в банкомате в сутки до 200 тысяч рублей, а в месяц до 1 миллиона рублей. Из плюсов вроде как все. Также хочу поделиться с вами лайфхаком по снятию наличных. Снимать их лучше в банкоматах Ситибанка, нежели в кассах РНКБ, так как в кассах с вас возьмут комиссию 1% от суммы снятия. Что ж, резюмирую. Карта РНКБ подойдет большинству россиян, так как условия достаточно приемлемые. Единственное, чего мне не хватает, так это реального кэшбэка деньгами. А так, если знать все подводные камни и не совершать необдуманных операций, которые приводят к списанию комиссии, например, просмотр баланса со сторонним банкомате, то карта вполне юзабельна и для многих может стать незаменимым платежным инструментом. Также хочу напомнить, в описании под видео есть ссылка на сайт, на котором размещены другие банковские предложения в виде дебетовых, кредитных карт и карт-расрочки. А на этом у меня все. До новых встреч.